Как бы ни развивалась война, что бы ни происходило с международными санкциями, решимость Европы получить энергонезависимость от России – это долгосрочная стратегия, а её реализация – главный европейский приоритет. Уже сейчас власти европейских стран развили бурную активность по двум направлениям. Во-первых, поиски альтернативных поставщиков нефти и газа. А во-вторых, общее снижение потребления углеводородов. В результате, уже в июне впервые за всю историю поставки жиженного газа из США в Европу превысили поставки российского трубопроводного газа. Помочь обещает и Канада. На последнем саммите Большой Семерки немецкий канцлер Оилов Шольц договорился с канадским премьером Джастином Трюдо об увеличении поставки СПГ из Канады. С нефтью та же история. Европейские переработчики переключаются с российской нефти на арабскую или американскую. С точки зрения глобального спроса это мало что даёт. Российские нефтяные компании тоже переориентируют экспорт на Индию или Китай. Зато сокращение потребления углеводородов – тенденция для отечественной экономики и бюджета весьма тревожная. Итак, что позволит Европе со временем совсем отказаться от сжигания угля, нефти и газа? Прежде всего альтернативные источники энергии – от атомных станций до ставшей уже привычной возобновляемой энергетики. Нынешние цены на газ – лучший для этого стимул. Не менее серьёзный вклад вносит перевод транспорта и отопления на электричество или другие источники, например водород. При этом серьёзно наращивать мощности в электроэнергетике европейцам не обязательно. Единственное, что им нужно сделать – это научиться накапливать уже вырабатываемую энергию с тем, чтобы использовать её в периоды пиковых нагрузок. Энергетика подвержена серьёзным сезонным колебаниям. Зимой в северном полушарии потребление значительно выше, чем летом, поскольку нужно ещё и обогревать помещение. При этом выработка на солнечных электростанциях сильно ниже из-за разницы в длительности светового дня. Аналогичные колебания есть и в течение недели. В выходные потребление снижается, а энергия, что на ветровых, что на солнечных, что на атомных станциях, продолжает вырабатываться. В Германии уже начали строить гигантские теплоаккумуляторы, то есть теплоизолированные ёмкости с водой, которая нагревается избыточной электроэнергией из возобновляемых источников. Есть и другие способы накапливать энергию. Например, заряжать ночью аккумуляторы для электромобилей. Или использовать лишнюю энергию атомных станций для производства водорода. Нынешняя зима в Европе ожидается непростой. Однако в качестве компенсации европейцы получат мощнейший технологический толчок, который лишит Россию существенного источника доходов. Причем лишит навсегда.